Добрый день, дорогие друзья! Очень актуальный вопрос пришел на библейский портал «Экзегет». Я думаю, все, кто будут нас сейчас слушать, с подобными вопросами, с подобными ситуациями вы наверняка в жизни сталкивались. «Как быть, если надо мной, когда я пришел к вере, стали смеяться, в первую очередь родные и близкие, меня не понимают? Раньше, когда вел образ жизни по сути языческий, Бога не знал, был погряз во множественные нравственные преступления, совершал грехи, и все были друзья, и все понимали, и был широкий круг общения. Только пошел к Богу, начал исправляться, и стали все над тобой смеяться». Классическая ситуация. Не только в семье такое бывает, если вдруг в сознательном возрасте человек обратился к вере, изменил свой образ жизни, даже хотя бы пытается изменить, пытается отстать от тех уже привычек грехованных, они стали ему уже противны, он хочет жить уже немножко по-другому, даже родные и близкие его могут не понимать. И более, если расширить круг, друзья, одноклассники, так или иначе говорят, да ты что, и даже есть такое выражение, что на религии помешался и так далее, и так далее. Коллеги по работе тоже начинают насмехаться, допустим, наш там Иван Иванович или Виктор Иванович, так сказать, у нас он на Боге помешался, стал благочестивый, теперь ему уже не предлагайте ему выпить, он пить не будет. Сегодня у него пятница, сегодня у него среда, то у него пост, то у него праздник, то он сидит что-то, мы все пьем, курим, смеемся, осуждаем, а он все нам ни с того ни с сего говорит, не осуждайте никого, какой-то странный стал. То есть такое недопонимание. Как быть человеку, который, безусловно, в такой ситуации испытывает некоторое давление на себя со стороны окружающих? Предлагаю вам, дорогие друзья, из миссионерских писем святителя Николая Сербского один ответ человеку, который оказался в подобной же ситуации. Письмо 74-е. Богомольцу, над которым насмекаются домашние, послушайте, пожалуйста, «Пока ты не начал молиться, все любили тебя, а сейчас вдруг ты чувствуешь себя в доме, как во вражеском лагере. Раньше ты пил и курил, понемножку воровал, сквернословил, прогуливал работу, делал многое противное Богу и людям, и все-таки тогда домашние тебя любили. А теперь, когда ты пошел по пути правды, благочестий и молитвы, все бросаются на тебя, как осы. Радуйся, брат, сто крат радуйся. Не видишь, разве евангельские события разыгрываются в твоем доме, в том доме, где еще недавно велись разговоры о налогах и поборах, о ворах и их сообщниках, стали исполняться евангельские пророчества. «Ваш дом вознесся до небес» – стал ареной христианской драмы. Невыдимой связью он связан теперь со временами мучеников и апостолов. История христианской церкви разыгрывается на небольшом пространстве вашего дома. «Вот пророчества Христовые, которые многократно сбывались на земле, теперь начинают сбываться и в вашем доме. И будете ненавидимы всеми, заимеемы ее» – Евангелие от Матвея, 10 глава, 22 стих. «И враги человеку, домашние его» – Евангелие от Матвея, 10 глава, 36 стих. «Блаженны плачущие ныне, – говорит Господь, – ибо вы смеетеся. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого» – Евангелие от Луки, 6 глава, 21-22 стих. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, но вы печальней будете, но печаль ваша в радость будет». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. «Что может быть яснее этих пророчеств? Вот они исполняются сегодня у твоего очага. Поэтому принимай поношение не как поношение, а как ордена и награды. Знай, покаются твои гонители. Насмешники умолкнут, а ты возрадуешься. Сегодня ты последний в доме отца твоего, а скоро станешь первым. А те, кто гонят тебя, будут служить тебе. Это пророчество тысячи раз исполнялось, и на тебе также исполнится. Мир тебе и благословение от Господа». Смотрите, какой мудрый, позитивный, такой жизнеутверждающий совет святителя Николая Велимировича, выдающегося богослового, который имел колоссальный опыт жизненный, из многих людей знал. И сколько, дорогие мои друзья, действительно можно видеть подобных ситуаций. Допустим, в подростковом возрасте кто-нибудь, молодой человек или девушка, ведут себя немножко не так, обратились к вере. И среди школьников, среди сверстников начинаются насмешки. Порой даже учителя начинают иронизировать над тем или иным молодым человеком. Вот он у нас ни на какие там корпоративы, праздники, в какие поездки не ездит, хэллоун не празднует и так далее, не курит, не сквернословит, в телефоне не сидит. А потом смотришь, закончил школу этот молодой человек, встречается с той учительницей, которая над ним иронизировала. Она подойдет и скажет ему там «Витя или Коля или Петя, ты прости меня, что я так себя вела, я сама не знала, что со мной происходит». Или на работе, допустим, все иронизируют над каким-нибудь сотрудником, говорят «Вот у нас там Иван Иванович, он какой-то у нас верующий, иной раз даже все вместе собираются и говорят «Ну тебе не повезло». Такое тоже бывает, и мне тоже рассказывают «Тебе не повезло, мы здесь все безбожники, тебе с нами будет не сладко». Надо доброжелательно, вот как здесь было сказано, с благодарностью Богу, и может быть даже с добрым юмором ответить. Ну что ж, мне не повезло, зато вам повезло, дорогие друзья. Они спрашивают «А чем же нам повезло?» «Ну вам повезло, вот вы говорите «Вы безбожники, а я христианин». «Ну вам повезло, ну хоть один среди вас будет христианин, ну будет хоть кому-то, кому за вас молиться. Вы же молиться не будете, вы же говорите, что Бога нет, а я буду молиться за вас, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы спаслись, чтобы вы пришли к познанию истины». Конечно, они с улыбкой, с иронией воспринут эти слова, но просто доброжелательно отнеситесь к тому, что вас окружают безбожники, отнеситесь к ним со снисхождением. Пройдет время, и вы увидите плоды своей веры, своего терпения, своей молитвы. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok